Всем привет, уважаемые подписчики канала Umbrella Touch Incorporated, на связи Albert Вескер. Вы, наверное, удивлены тому, что сейчас я прощаюсь к вам в эпизоде, где обычно мы просто записываем прохожение игры и я озвучку не делаю никогда и сравнения обычно не выкладываю. Но сегодня такая ситуация у нас возникла, что я должен сделать комментарий вот к этому эпизоду. Почему? Те, кто на нас давно подписаны, следят за нами, знают, что мы проходили баннер сагу 3 в том году, но мы ее не допрошли из-за того, что у меня случился такой тяжелый жизненный кризис. Жизненная ситуация, как это можно описать? Углубляться не хочу вспоминать даже боязно. Но как следствием все этого стало потеря сохранения и прохождения третьей игры. И вернуться к той точке сохранения, на которую было прервано прохождение игры, у меня не получится. Я могу ее пройти сейчас хоть за кадром, но я не смогу восстановить точности весь тот лоуд, всех тех людей, провизию и так далее, как было именно тогда, как бы я ни старался. Баннер сага славится своей вариативностью в рамках своего сюжета. Да, у нее есть точная хорошая сюжетная линия, не меняющаяся относительно, но вариативность заключается в персонажах и вероятность тому, как, кто, что, каких целей достигнет. А тем более это третья часть, здесь несколько концовок, есть хорошая, есть плохая, есть не очень. Такая тоже есть, да, насколько я понял. И я не знаю, в какой мы концовке вы пришли тогда, но переходить игру за кадром я посчитал бы нелепым шагом, тем более, что к тому моменту, когда мы подошли к последнему эпизоду, получилось большое расхождение в том и в другом. То есть, смотрите эпизод последнего эпизода 2018 года, увидите одно, открываете нынешний этот эпизод и видите совершенно другое. не лучший вариант, мне так кажется. Поэтому я решил перепройти третью часть с нуля. Благо, сохранение второй и первой части у меня сохранились на облачных носителях, поэтому сегодня я их проверил, они читаются и сейчас мы с вами как раз таки продолжим нашу с вами историю. Комментарии по ходу игры я делать не буду, я просто решил сейчас перед вами отчитаться за то, почему ты начинаешь перепрохождение. Причину вы поняли. Далее, говорю сразу, арт заставки особо меняться не будут, к ним будет лишь сделана приписка, что будет это перепрохождение. И под конец. Старые прохождения по третьей баннер саги удаляться не будут, они будут также храниться в этом же плейлисте. Просто буду находиться вместе с этим новым прохождением. Кому интересно, можете сравнить, поддержать, поставить лайки. Это ваше решение. Ну, что я могу еще сказать? Приятного просмотра. Давайте же с вами посмотрим, чем кончится эта наша история. И будем надеяться, что она именно кончится и ничего не случится. Опять. Ту-ту-ту-ту-ту. Извините, дерева нету, так бы постучал бы по дереву. А, нет, есть. Так, дерево постучали, переплюнули на чертливое плечо. Три раза. Вот и все сделали. Что ж, всем приятного просмотра. Ставим лайки, если вам нравятся наши молчаливые прохождения. Делаем репосты, пишем комментарии, ответим. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, если вам нравится наша сфера деятельности. И, конечно, поставить колокольчик. С ютубом сейчас у этого, к сожалению, до сих пор проблемы осталось. Что ж, возвращаемся в мир скандинавских пипов. Приятного просмотра. Субтитры создавал Dresden. Какую скорую очередь, calamity followed. Stone-армород дredge poured out of the north. А darkness bled across the land, and a world-devouring serpent carved chasms in search of... something. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...